7 января православные отметили самый светлый праздник – День Рождества Христова. В Казани центральные торжества прошли в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Здесь митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий совершил Божественную Литургию. 40 дней православные христиане готовились к тому, чтобы приобщиться к радости пришествия в мир Спасителя. И вот свершилось. Христос родился. «Господь сошел на землю и стал человеком, воспринял на себя греховную природу, которую извратили в своем грехе Адам и Ева, и исцелил ее в себе через страдания, смерть и воскресение». В завершении праздничного богослужения правящий архиерей, обращаясь ко всем присутствующим с поучительным словом, уделил особое внимание актуальным проблемам веры. Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляем с светлым праздником Рождества Христова. На протяжении 40 дней Святая Церковь готовила нас к этому событию, которое должно коснуться сердца каждого православно верующего человека. Но как мы готовились к этому празднику? И чувствуем ли мы пришествие в мир Христа Спасителя? Да, на прошлой неделе мы читали Евангелие в наших храмах о званных на вечерю, но у нас нет времени для того, чтобы быть с Богом, у нас нет времени для того, чтобы подумать о своей бессмертной душе, подумать о вечности. У нас заботы, дела, всевозможные мероприятия, которые совершаются на протяжении всей нашей жизни, и Бог нам мешает. А для чего Он пришел? Ради своего собственного удовольствия. Бог становится человеком для того, чтобы человек стал Богом, для того, чтобы обожествить нашу греховную природу, чтобы мы вновь осознали, что мы дети Отца Небесного. В святочные дни принято дарить подарки, а еще делиться теплом и любовью со всеми окружающими, ведь это и есть самый лучший подарок. Вот и в этот день в храме чувствовалась особая теплая атмосфера праздника. Прихожане радостно поздравляли друг друга с Рождеством, а после службы каждый понес частичку тепла и радости в свои семьи.